Привет, это канал предпринимательный взлет, меня зовут Ольга и сегодня мы будем с вами смотреть новую серию аксессуаров от компании Арифлейм Портабелло. Это сумка, обложка для паспорта и шар. Оставайтесь со мной. Я посмотрела в интернет, что же обозначает слово Портабелло и я нашла два обозначения. Портабелло это гриб разновидно шампиньона и это район в Ирландии в Тублине. Я решила, что все-таки, наверное, компания Арифлейм назвала новую серию в честь района в Дублине, потому что именно в Дублине, в Ирландии, находится научно-исследовательский центр компании Арифлейм. Если вы думаете по-другому, может быть, вам кажется, что компания Арифлейм назвала эту серию в честь шампиньона, может быть, там, цветом, похоже, или листой расцветкой, мы сейчас похоже с вами шарфик посмотрим, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Но я все-таки склоняюсь к району в Дублине. Итак, вот такое красивое название Портабелло и давайте же будем рассматривать аксессуары. Начнем мы с сумки. Это сумка Торбо. Это та форма, которую я очень люблю. И за что я ее люблю? За то, что эта сумка подходит как под спортивный стиль, так и под сель casual. Эту сумку можно использовать и в официальном деловом стиле, потому что она очень вместительная, и она вмещает в себя бумаги, документы, формата А4. И очень большое количество бумаг можно сложить в эту сумку. И это такая сумка для женщин, которые любят, чтобы у них было бы прям все с собой сразу. Это, под другими словами, сумка-мешок. Очень приятный на ощупь материал, сделан под кожу. Компания Арифлейм не выпускает свои сумки, изделия, аксессуары из кожи, потому что компания Арифлейм заботится об окружающей среде. И поэтому в наших каталогах вы никогда не найдете кожаных изделий. Итак, но при этом очень качественная, я бы даже сказала, эко-кожа. Приятного серого оттенка. И знаете, даже вот такой оттенок серо-зеленый. Очень сумка мягкая, то есть она не стоит колом. И она будет приятно очень вам в руках. Она, как мне кажется, будет очень износостойкая. То есть она не скоро вытрется или там поцарапается. Она будет очень долго выглядеть новой и презентабельной. Но, конечно же, это сумка для женщин, которые предпочитают более свободный стиль. У сумки одна ручка. И эта ручка очень плотная. Ну, я думаю, для того, чтобы... Вот, посмотрите, она такая круглая, толстая, для того, чтобы вам удобно было носить ее на плече, потому что вся нагрузка в этой сумке приходится на плечо. И когда вы ее надеваете на плечо, то вот эта вот именно ручка приятна, когда она мягкая. То есть, чтобы, когда нагрузите сумку, она не давила вам на плечо. Давайте рассмотрим саму сумку. Посмотрите, у нее прямоугольное дно. То есть сумка будет держать форму. И с двух сторон кольца крупные под золото, в которые вставлена ручка. Что меня удивило, это то, что эта ручка съемная. Посмотрите, компания Reflame зачем-то сделала вот такие вот отстегивающиеся клапаны. И эту ручку можно просто снять. Ваши варианты. Зачем нужна съемная ручка в такой сумке? Потому что это не сумка-клач, не сумка-конверт. Ее без ручки, по-моему, совершенно она нефункциональна. Ее нельзя взять. Один из моих вариантов, это то, что вот сумка собирается в складки. И ручка тоже мешает именно вот в этих складках эту сумку почистить. Протерить пыль с нее, если, например, вы долгое время там ей пользуетесь. То есть вы вытаскиваете ручку и вот протираете все эти места. Больше я не знаю. Может быть, какую-то другую ручку вы сюда захотите. Может быть, цепь захотите пристроить. Но факт остается фактом. Ручка снимается зачем-то. А зачем? Если вы придумаете, я буду очень рада почитать ваши комментарии внизу под видео. Итак, ручка снимается с двух сторон. Давайте посмотрим эту сумку внутри. Внутри сумка застегивается на молнию. Ну, молния очень удобная. Хлястик такой же из такой же ткани, с которой сделана сумка. И внутри сумка выполнена из темно-бежевой ткани, черной мелких горошек. Такой довольно веселый принт. Хотя снаружи сумка смотрится очень строгой, такой очень серьезной. А внутри заглядываешь, так вот красивый горошек. Внутри сумка брендирована логотипом компании Арифлейн. Большой карман, застегивающийся на молнию. И с обратной стороны два кармана. Один большой под мелочи и другой под смартфон. Из моего опыта пользуясь сумками торговыми, могу сказать, что лучше мелкие какие-то вещи класть на молнию. Потому что вот из этого кармана, извините, что у них все высыпается. Еще один нюанс. Я вот пользовалась очень много. У меня было таких сумок разных. Я их очень люблю, покупала себе. И даже в компании Арифлейн я покупала себе вот именно прям подобную серую сумку. Как я ей пользовалась? Я молнией практически никогда не пользовалась. То есть я делала так, одну сторону, накрывала другой. И у меня сумка получается вот так вот закрывалась. Поэтому, ну, я не знаю, будете ли вы этим пользоваться, либо вы будете каждый раз закрывать эту молнию, но мне было удобно пользоваться именно вот так. Сумка одевается на плечо. Когда вы одеваете ее на плечо, вот мне она чуть ниже, вы видите, талии. То есть практически до бедра. Ну, вы видите, что каталогу в эту сумку можно положить просто тонну. Они в нее влезут в большом количестве. Давайте посмотрим, относительно журнала Мир Арифлейн помещается в сумке. Вот так вот. То есть сумка, вы видите, очень большая, очень объемная. И если вам требуется вдруг носить на работу, либо в школу, на учебу, большое количество вещей, либо вы идете на шопинг и планируете купить очень много всего приятного, то именно сумка Портабелла, она вам подойдет очень хорошо. И, конечно же, помните о том, что сумка должна не просто быть местной для хранения вещей, она должна подчеркивать ваш образ, вашу неповторимость, ваш индивидуальность. И именно тогда эта сумка будет тем, чем она должна быть мечтой для каждой женщины. Идеальной сумкой для вас. Обложка для паспорта Портабелла. Она, обложка для паспорта, выполнена в том же стиле, что и сумка. Очень стильный дизайн. Можно было бы даже рекомендовать такую обложку для паспорта мужчинам, если бы не расцветка в черный мелкий горошек. Та же самая расцветка, как и на подкладочной ткани сумки. Стандартная обложка, с двух сторон вставляется паспорт. Если вам нравится эта серия, то я рекомендую, конечно же, приобрести вам к этой сумке вот такую обложку и порадовать свой паспорт новой одеждой. Обязательно посмотрите сейчас, не стрепалась ли обложка у вашего паспорта. И если она выглядит уже немного потрепанной, и давно пора бы сменить платьицу вашему паспорту, то есть возможность купить именно сейчас вот такую обложку на ваш документ. Шарф сейчас в современной моде – это не только украшение, дополнение гардероба, это еще и даже может быть шарф основным акцентом гардероба. И давайте посмотрим этот шарф. Шарф выполнен у нас 100% полиэстер, длина его 190 см на 90, ну то есть 2 метра на метр, если приблизительно говорить, 2 на метр. Что мне понравилось? Посмотрите, ярлычок. То есть вот эти ярлычки, на которых написана дополнительная информация, они обычно белого цвета, и мы их обычно срезаем, и не остается никакого бренда, что это за шарф, какой фирма этот шарф. В этот раз компания Арифлейм сделала дополнительный ярлычок нам, очень стильный, красивый. Посмотрите, с одной стороны зеленый, розовая буква, с другой стороны розово-зеленые буквы. То есть этот ярлычок у вас остается на вашем шарфе после того, как вы срежете вот этот ярлычок с дополнительной информацией. Давайте мы посмотрим. 100% полиэстер, только ручная стирка, сделанная в Китае, шведский дизайн. Размер, как я вам уже сказала, 190 на 90 см. Давайте посмотрим на этот шарф. Он позиционируется как односторонний подгиб, сделан именно в одну сторону. Но, если мы будем вот так вот его рассматривать, то лицевая и изнаночная стороны совершенно не отличаются. Сейчас в моде длинные шарфы. Опять же, я подчеркну, что этот шарф я бы даже больше назвала палантином. И из последних модных тенденций я могу вам сказать, что сейчас очень модно носить шарф, показывая его длину. То есть, один кончик шарфа вы опускаете как можно длиннее, второй кончик шарфа вы можете закинуть назад. Длинный кончик вашего аксессуара, он будет подчеркивать именно то, что вы соответствуете модным тенденциям. Также еще один вариант доношения этого аксессуара, это вы берете две длины, делаете шарф одной длины, и кончик, который остается впереди, вы его чуть-чуть делаете короче. Вот видите? И тот кончик, который длиннее, вы его закидываете назад и расправляете. Расправляете кончик впереди, кончик сзади, и застегиваете все это на тонкий поясок. Я уверена, что у каждой из вас есть свой любимый тонкий поясок, и таким образом, спрятав шарф ваш под поясок, вы получаете модный и неповторимый образ. И, конечно же, вся серия вместе будет смотреться на вас просто шикарно. Шарф, сумка Портабелла и обложка для документов. Будьте творческими, свободными, креативными, встречайте весну вместе с серией Портабелла от компании Арифлей. Подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки компании Арифлей вместе со мной. Пока-пока!